Вечером вторника на стыке улиц Суворова и проспекта 60-летия октября столкнулись КамАЗ и Хонда Инсайт, в которой ехала семья с ребенком. Шестилетняя девочка, испугавшись, после аварии плакала на взрыд. Очевидцы, решив, что ребенок получил травмы, вызвали скорую помощь. К счастью, работы врачам не нашлось. Абсолютно все участники ДТП оказались невредимы. Между водителями разгорелся спор по поводу того, кто же из них нарушил правила. 32-летний шофер Инсайта объяснил, что, следуя по Суворова со стороны южного микрорайона, поворачивал налево, на проспект. Маневр он выполнял на разрешающий сигнал светофора, то есть в данном случае, когда ему горела дополнительная секция светофора, разрешающая именно левый поворот. Автоматически это означало, что водителю КамАЗа, который двигался по Суворова со стороны промзоны прямо, горел красный. Шофер грузовика с асфальтом это обвинение категорически отрицал, заявив, что ему тоже горел зеленый свет. Расставить точки над И помогли записи регистраторов-очевидцев и камеры, установленные на фасаде ближайшего здания. Инспектор быстро выяснил, кто допустил ошибку. Виновникам ДТП признали водителя легковой машины. Поворот он начал, не дожидаясь нужного сигнала. Да еще и не с того ряда. Ну еще, видишь, машины за ним идут. Еще за ним машины едут. Соответственно, там зеленый горит им. Вот видите, он со второго ряда, вы все троем со второго ряда. А тот, как шел на зеленый, так и едет. А эти стоят. Да, эти стоят до сих пор, ждут стрелку. Водитель инсайта, выполняя поворот налево из правого ряда, объехал очередь на поворот. В этой полосе он мог ехать только прямо. Маршрутное такси, стоящее как раз на полосе для поворота, стоит. Это говорит о том, что дополнительная секция еще явно не зажглась. По току, в котором двигался шофер КамАЗа, горел зеленый свет. Попытку сэкономить время двумя нарушениями водитель легковой машины представлял невнимательностью. Просмотрев записи, водитель инсайта спорить о своей невиновности не стал. С места происшествия Михаил Сергеев, Мария Дедова и Андрей Алкеров.